Приветствую всех старых и новых богов, с вами Феномен, сегодня мы поговорим про такую вещь, как собирать колоды, какие есть архетипы в игре, как улучшить свою колоду и к чему вообще нужно стремиться, чтобы хотя бы там доходить до мифика и держаться в нем и как вообще построен Guts Unchained. Поэтому влепите лайк, не забудьте обязательно подписаться на наш телеграм-канал Гугодс, где выходят все новости по игре, также у нас там идет сейчас розыгрыш, в котором можно например выиграть Дагганы и остальные неплохие легендарочки, так что заходите, участвуйте, будем рады всем. Ну а мы приступаем. Начнем пожалуй с того, что Guts Unchained далеко не новая игра, да, а поэтому тут все уже давно придумано и все для всех доступно. Если вы там какой-то супер крутой мамкин дэкбилдер, то скорее всего вашу невероятную колоду уже давно придумали, уже давно потестили и поняли, что это херня, ну или наоборот, считают, что это одна из топовых колод. Поэтому далеко ходить никуда не надо и что-то придумывать тоже не надо. Все доступно в интернете, нетдекинг в любой карточной игре это основа и, ну, многие считают это таким, знаете, неким, как прям какой-то опухолью карточных игр, потому что, ну, нетдекинг это плохо. То не надо, что такое нетдекинг, когда ты, типа, берешь карту какого-нибудь другого игрока и играешь на ней. Смотришь, кто-то там взял 17 побед и ты ее просто берешь, играешь на ней, у тебя ничего не получается, ну или наоборот получается и это, типа, это в пределах нормы. Нет такого, что, ух, копировать колоды это плохо и нетдекинг это плохо, хотя многие придерживаются такому понятию и не берут какие-то колоды стопа, играют там в игру по 10 лет, но при этом не могут там взять какой-то ранг, типа, мифика или легенды, потому что думают, что они самые умные и то, что до них там какие-то карты никто не тестил и вот я такой гениальный, но почему-то я все равно проигрываю. Поэтому, чтобы этого не было, идем нетдекать, это самый проверенный способ, потому что большинство карт уже проверены, которые из них работают, какие из них не работают, это все можно посмотреть, там процент победы на любой карты можно просто посмотреть, то есть, насколько она сильна и насколько она вообще влияет там на винрейт твои колоды. Для этого, естественно, нам понадобится такой прекрасный сайт, как Gudex, где все это написано и все это рассказано. Зайдя на главную, мы видим тут вот эту вот историю, типа Guts and Chain Dex, но тут на самом деле чаще, я вообще не знаю, по какому принципу сюда попадают колоды, то ли за них голосуют, то ли из-за того, что у них много просмотров, тут какой-то вообще часто какой-то супер-рандом попадает, причем они зачастую не очень актуальны, то есть, видите, тут колоды какой-то уже две недели прошло, поэтому, ну, такое, туда не обращаем. Есть вот этот хороший раздел, называется TopCard, где можно посмотреть какие-то карты, которые, ну, хорошо влияют на винрейт колоды, да, у них какой-то большой процент победы, он, например, новая Forge, Forge LeBound имеет такой себе винрейт, мы возьмем Guild Enforcer, которые были в 10 тысяч матчах и вообще-то там одна часть, самая популярная карта, 47 винрейт, при этом, ну, ладно, мы не про это, мы про то, что, как вообще понять и как собирать колоды, и какие есть архетипы и так далее, все очень просто, всего лишь поделим эти колоды на 5 архетипов, агро, мид колоды, контроль колоды, комбо колоды, которые, как бы, немножко контактят с теми же колодами, что и контроль колоды, ну, контроль, на самом деле, такие, знаете, контроль колоды, это больше такой общий какой-то знаменатель, и у него есть такие, типа, подклассы, потому что всякие, типа, слип колоды, комбо колоды, по факту их тоже всех можно приписать просто в контроль колоды, ну, и пятая, это какие-то фановые сборки, или вот как раз-таки сборки мамкиных дэкбилдеров, которые думают, что они, типа, там, самые лучшие, лучше всех, типа, разбираются в игре, но просто игра подкручивает, поэтому они проигрывают, спешу вас огорчить, это не так, вы просто не шарите за мету, то есть, есть база и костяк карт, которые играют в мете, есть база карт, которые не играют в мете, какие бы они сильные ни казались, и какие бы сильные они бы не были, карточная вот эта вот структура, она слишком тонкая, и, ну, какие-то карты, которые на первый взгляд кажутся очень, типа, сильными, на большой дистанции показывают себя слабее, там, каких-нибудь двух средних карт, поэтому это все выясняется только благодаря статистике, конечно, есть какие-то индивидуальные вещи, которые, вот, тебе кажется, ты взял эту карту, она хорошо показывает, и потом она действительно появляется в каких-то топ-деках, да, не без этого, есть какие-то люди, которые находят именно картонки, которые вот сейчас под эту мету хорошо заходят, хотя это какие-то могут быть старые забытые карты, им находится какое-то применение, поэтому какие-то старые картонки все равно есть в цене, и они, или наоборот, там, находят какую-то карту, она синергировала с какой-то новой картой, например, вот, там, в Light Verdict что-то добавили, за счет этого заиграли какие-то еще старые карты, то есть, ну, за этим всем нужно просто следить, поэтому ничего удивительного. Агро, естественно, архетипы на чем строятся? Ну, тут вроде бы, вроде бы по словам все понятно, но всегда все равно. Каждый по-разному это все называет, на самом деле, ну, агроколоды, понятно, они построены так, чтобы быстрее ломать как-то лицо оппоненту, это всякие дешевые существа, которых ты можешь дешево поставить, плюс недорогие забавы этих существ, то есть, вот, если мы там просто возьмем какого-нибудь агровара, это такой достойный пример, да, то есть, много единичек, если мы посмотрим на кривую, там всего две пятерки, две шестерки, хотя и то это для агроколоды достаточно много, но это такая себе, на самом деле, сборка, честно говоря. Да, вроде 57% пинрейта за 10 баксов, это вполне себе. То есть, зачастую, ну, мана кривая заканчивается, да, вот это вот, монокурва, так называемый, заканчивается уже к пятой мане, то есть, шестые дропы, это уже тяжеловато для агроколоды, все идет в упор именно в эту сторону, да, то есть, больше единичек, больше двоечек, троечек, там четверок, и уже дальше там поменьше, 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 хотя, ну, здесь, точнее, пятерок насували знаток. Типа целых пять пятерок, это очень много, на самом деле, ну, прям перебор, нафигра ему тут вот эта карта, то есть, тоже непонятно. Ну, ладно, это все не важно, то есть, агрессивная колода настроена на то, чтобы быстро ломать лицо, чтобы быстро ломать лицо, вам нужно играть дешевые карты, дешевые карты не в плане цены, а в плане их моностоимости, ну, и, конечно, эффективности, ты можешь набрать каких-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь трэш, который просто там, типа, один-один, но нужно балансировать это, да, то есть, карта должна быть, там, за одну ману, но при этом она должна иметь какой-то эффект, у нее, может быть, хорошие статы, как, например, у Колкин Валькирия, вроде за одну ману, но при этом у нее один-три статы, когда она там получает урон, она дает плюс один к атаке, то себе, то рандомному существу на столе, ну, твоему рандомному. Тут еще и карнаж-свайп в агроколоде, ну, короче, такая себе спорка не лучший пример, но просто, чтобы вы понимали. Дальше же есть, например, какая-нибудь мид-колода. Чем она отличается? Отличается на тем, что она более построена, как бы, по нарастающей, и в ней больше присутствует именно тройка-четверок, хотя, ну, по природе это не скажешь, потому что в основном, ну, в целом, мид-колода строится так, чтобы вы играли статами, то есть, чем больше статов на определенной мане ты можешь сыграть, тем лучше. Поэтому, да, мы видим, там, на первые дропы это всякие 1-4, 1-3, второй дроп это 3-3, всегда база просто, там, на третий ход мы можем поставить 4-4, если все сошлось, ну, и 3-4 на третий ход тоже будет неплохо. Четвертые ходы, ну, тут взяты, типа, забавы, но есть Блэдфлай, которые в своем виде делают 6-6, да, за 4 маны, только в разобранном виде, потом там пятерки идут, это типа контроль. Шестерки, опять же, статовые, тут тоже все статовое, единички статовые, то есть, по факту, здесь темп набирается постепенно. То есть, если агроколода, она сразу выкидывает все свои карты, все свои козыри, то мид-колода, она постепенно наращивает вот этот вот эффект сноубола идет, то есть, она постепенно наращивает, наращивает и просто этим давит. На самом деле, ничего сложного. Ну, самый сложный архетип, это контроль колоды, потому что, ну, они, как правило, работают наоборот. У них нет каких-то дешевых существ, ну, они присутствуют, но это тоже какие-то опциональные, то есть, например, здесь спеллбуста взят, то есть, это увеличение магического урона, как правило, у них много каких-то заклинаний, чтобы сдерживать и раскрывать весь свой потенциал более в поздней стадии игры. Там ты не можешь никак соревноваться, потому что куча каких-то заклинаний, которые чистят весь твой стол, куча какого-то контроля, который убирает твоих существ. Ну, опять же, это какие-то точечные заклинания плюс большие статовые существа, с которыми какая-нибудь агра не может справиться. Ну, естественно, конечно, есть какая-то проблема у этих колодов, что им нужно доживать, и поэтому агроколоды какие-то успевают сломать, там, какие-то контрольные колоды. Ну, это если мы, например, какого-нибудь мага берем, если агроприрода, она выстреливает на первых манах, мид природа, она как раз-таки постепенно наращивает темп, то маг очень медленно, но уверенно разгоняется и потом выстреливает именно в конце игры, ну, не маг, а именно контроль колоды. То есть, они постепенно контролят, 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 и потом в какой-то там седьмой, если ты какой-нибудь контрольный десепт, у него ключевая мана это седьмая, когда выходят вичи, чаще всего игра переворачивается, и ты выигрываешь. Если там какой-то контрольный маг, то он чуть быстрее, наверное, даже может себя реализовать, потому что у него есть там разгоны по мане и так далее. Этим и отличаются архетипы. Какой выбирать вам архетип? Ну, тут один совет. Берешь колоду, играешь 30 игр и смотришь, нравится оно тебе или не нравится. Но нужно понимать, 30 игр, ну, это так, условно, на самом деле, лучше играть больше. Просто есть люди, которые играют две игры, такие, ну, типа, сыграли, колода там сыграла типа 0-2, значит, фигня какая-то. Но на самом деле это вообще не показатель, потому что ты мог поймать какой-то просто не заход, ты мог поймать просто какой-то неудачный день, где тебе там, ну, бывают такие дни, когда ничего вообще не заходит, вообще никак не работает, возьми ты хоть какую колоду, там, хоть за два эфира и все равно будешь сосать. Такое бывает и это нормально. Другое дело, когда ты играешь там 50 игр, да, и ты видишь, что, ну, может быть, не твой стиль игры, может быть, ты больше любишь там вот как раз таки на контроле играть, а не на агро, потому что, ну, не понимаешь, как держать темп, как там правильно, когда размениваться, когда идти в лицо. Всякие контрольные колоды, наоборот, тебе позволяют, типа, ну, у них больше ресурсов по контролю стола, соответственно, они могут себе позволить там где-то получить какой-то урон в лицо, то есть, они не так сильно борются за стол, потому что они могут его, у них больше карт геймбрейка, да, то есть, которые могут переломить исход игры. Какая-нибудь агроколода, она просто вот давит-давит сначала, но если ее переконтрили, ей сложно вернуться обратно в игру. Контроль-колода достаточно другая история, если их там в начале контроли-контроли, они под лейт могут все равно 200 раз перевернуть игру и все равно ее выиграть. Все матчапы не разобрать, понятное дело, то есть, бывают разные ситуации, но нужно определиться, нужно определиться, то есть, на ком вы хотите играть, то есть, может быть, ты хочешь постепенно набирать темп, да, тогда тебе нужна какая-то медовая колода, или ты любишь именно в контроль поиграть, все равно там на время каток, да, ты хочешь именно как-то там что-то подумать, что-то поделать, хотя агроколода часто тоже заставляет тебя думать, потому что на ранних стадиях где-то там не разменялся, тебе с пылом забрали существо, все, ты не можешь обратно перевернуть игру, потому что у тебя банально нет таких опций, у тебя есть опции просто существа, которые идут в лицо, все, где твои опции, ну и какие-то забавы. Контрольные же колоды позволяют, там, как-то в слип кинуть, да, если ты на каком-то слип десеппе играешь или на слип смерть, и еще что-то придумать, или там на зомбях каких-нибудь, там, переспамить, успеть стол, ну, это не то, что контрольная колода, но я не знаю, зомби, наверное, ее можно медовы больше назвать, потому что в ней много всяких там типа шестерок, пятерок, ну да, если мы посмотрим, например, зомби колоду, то она, наверное, более, ну, хотя она тоже такая вот, типа полу-агра, но при этом уходит в лейт, то есть есть парочку лейтовых кап, которые могут закрепить или даже, ну, если они придут, то они, наверное, сильно, там, тебе не повлияют на игру, потому что их не так много, но все равно будет приятно, если игра затянется, и у тебя будут какие-то опции, то есть зомби колоды тоже, на самом деле, какие-то такие, знаете, это не совсем агро-то какое-то, ну, то есть это достаточно тонкая грань понимания агро и мид колод и контроль колод, ну, понятно, что это нихрена не контроль, здесь есть вот эти лучи, здесь есть какой-то виталити под лейт, ну, тоже почти уже контроль колода, поэтому, ну, такое, или, может быть, ты хочешь играть на комбо-колодах, ну, тут тоже комбо-колода достаточно, именно эффективные комбо-колода, Они достаточно все дорогие Когда ты дойдешь до какой-то комбо колоды Скорее всего ты уже поймешь, что оно тебе надо или не надо И на чем играть и так далее Наша же база, когда мы начинаем играть Скорее всего это какие-то агроколоды Какие-то медовые сборки Это вот то, что мы любим Потому что чаще всего они самые такие Дружелюбные для бюджетных вариантов А вот всякие контрольные колоды Они чуть менее Хотя иногда бывает наоборот Хорошему, конечно, нужно поиграть на всех архетипах И просто понять, что вот это мне нравится Это не нравится Потому что у меня тоже часто спрашивают На стримах какие-нибудь Есть там 30 баксов, что лучше собрать Собрать там какую-нибудь зомби колоду Или агроприроду Но проблема в том, что ты можешь собрать агроприроду И она тебе просто не понравится Потому что там много существ конфьюзен То есть ты плохо контролируешь Вот этот вот еще микрорандом Виде существ, которые не туда могут походить Зомби же колода, она более стабильная Там нет вот этого рандома Поэтому Ну такое С другой стороны, опять же Тебе могут не понравиться зомби колода Потому что, ну, просто ты не любишь нежить Или, я не знаю Ну, по-разному может быть Все достаточно индивидуально И нужно просто брать и играть Вот что есть, на том и играешь И потом это как-то улучшаешь И просто уже решаешь для себя Оно тебе вообще надо Или, по-моему, это какая-то фигня Просто многие думают Что вот ты возьмешь какую-то колоду Того же топа И все, ты сам будешь в топе И все это будет у тебя работать На самом деле не так просто Неплохой пример Это можно взять с какого-нибудь Хардстоуна Где были какие-то топ-колоды Но на них умели играть только вот те игроки Которые создали эти колоды Когда их брали какие-нибудь люди Ну, там, самый яркий пример Это колоды, например, такого Про-игрока в Хардстоуне Там, бывшего, да, Калента Все всегда орали, типа, вот беру колоду Калента И нифига не могу на ней вообще играть Всегда проигрываю Но при этом Калента, который там топ-1 мира Всякие турниры брал и так далее И только он понимал, как на этих колодах играть Так и здесь То есть какие-то колоды, которые ты берешь Возможно, человеку повезло Если эта колода в топе Возможно, он просто, ну Наиграл на этой колоде там 200 игр И он знает Как мулиганить Какой ситуации Как действовать Сейчас разменяться Или можно пойти в лицо Или можно там То есть это все приходит с опытом И ты на этой колоде должен отыграть Поэтому, когда люди берут какую-то топ-колоду Они играют на ней 0,5 И такие, типа, ну все Этому челу, типа, просто повезло А на самом деле далеко не так Это просто все приходит с опытом Я не говорю, что там Какого-то типа рандома нет, да Но фактор того, что ты можешь взять колоду стопа И на ней насосать бибон Это, ну, просто 100% есть такой шанс Поэтому Сколько бы ты это ни заплатил Ты все равно можешь Ну, показать какой-то минимальный результат Поэтому зачастую Нужно просто брать какую-то базу Для колоды И потом уже от этой колоды Начинать как-то строить Строить свою колоду Подбирать под нее свой стиль игры И брать в нее какие-то карты Которые, ну, сейчас отталкиваются от меты Или, наоборот, подстраиваются под мету Например, вот Я в последнее время много играю на контроль-деception И, например, я банально захожу на какой-нибудь Гатсенчейн Гатсенчейн right now Смотрю, то есть Ага, если мы там возьмем Ну, я, например, там мифики играю Да, там за последние 15 минут Мы там посмотрим, не знаю Максимальное количество игроков То есть мы посмотрим там На первом месте маги На втором дистайпшене И на третьем смерть То есть три самых популярных класса сейчас Ну, там воин тоже, кстати, недалеко Так-то вообще достаточно всех Ну, все классы одинаковые Прямо на всех играют Просто посмотрите Разница не такая же большая Ну, природа чуть поменьше Но так в целом Проценты прям одинаковые Можно сказать Все классы играют Поэтому достаточно прикольная мета так-то Ну, все равно, типа, да Ты смотришь, вот магов больше Значит, ты на каком-нибудь контроле дистайпе Берешь себе циклопов в колоду Берешь еще что-то То есть ты Ну, это опять же Это на хай рангах На лоу рангах Ты можешь забить на Ну, типа, можешь вообще забить И не смотреть То есть что там Что там популярно Но все равно сюда посматривать можно, да То есть если мы посмотрим весь ладер Ну, там, или от Solar Gold То плюс То тут уже, например, десепты доминируют То есть их тут 25 штук И чтобы их контрить Тебе нужно будет какие-то карты Для этого тоже придумать Ну, как понимает, что контрить десепты Да, тоже такой момент Ну, все, это приходится опытом Твоя цель Просто найти какой-то свой плейстайл И улучшать эту колоду Я буквально недавно сделал Вот эту подборку бюджетных колод Можете зайти, например, на Goodex Просто зайти в Evil Dex Написать сюда, типа Написать сюда Google Ads И вам покажутся эти колоды И можете выбрать, какая вам нравится Мы быстро пройдемся по ним просто Чтобы не супер затягивать этот видос Хотя он и так будет супер долгим Потому что я, как обычно, базарю Как и меня не остановить То есть это супер бюджетные колоды И база, с чего можно начать Чтобы потом улучшать Раньше мне, например, нравилась Агро именно природа Потому что вот этот заспам стола Он работал Сейчас, из-за того, что супер много магов Да, заспам стола Не так хорошо работает И мид колода себя показывает намного лучше Чем та же агро-версия Но опять же, в агро-версии Чтоб она хорошо играла Там нужны дорогие картонки То есть тебе нужен Даган Тебе нужен вот этот Широн Тебе нужен Финиан Ну хотя Финиан и сюда хорошо подойдет Тебе нужны кабаны Они просто маст хэв Агро-природе очень сложно Другое дело мид-природа Она хороша на всех рейтах Она вполне себе хорошо показывает 11 баксов стоит То есть, ну, вообще копейки При этом, тут если посмотреть Ребятки уже подхватили Поиграли Типа, ну, 62% винрейта Для колоду за 11 долларов Это вполне себе неплохо И строится она на том Что мы просто бафаем Какое-то одно большое существо Мы ставим каждый ход Сильное кричу Потом пытаемся ее забафать Или, может быть, спамим какую-то кричу Но дело в том, что это просто база С которой вы можете начать И потом ее по-разному улучшим Если у вас там есть, например, саденблумы То можно подумать, чтобы добавить колоду Например, фейролов, да То есть мы убираем какие-то карты Возможно, убираем блэдфлайер Убираем одного, например, гигант панголина И добавляем двух фейролов и саденблумов Просто саденблум там 2,4 доллара стоит То есть колода станет подороже, но тем не менее Дальше мы можем, например, пакт эксэшн Но чаще всего он использует как какой-то контроль И, ну, в среднем там всегда падает какое-то существо Типа 4,4, 4,3 И мы можем его заменить, например, на Висиус Монтикору Которая сейчас просто, ну, суперкруто себя показывает Потому что заиграл вот этот Монлайн Чарм Ты просто ставишь Монлайн Чарм Если ты там ходил вторым, то у тебя, возможно, невозможно Скорее всего осталась какая-нибудь монетка Ты потом на следующий ход То есть у тебя четвертый ход с монетки Ставишь Монтикору Ее бафаешь, она разменивает там почти любой дроп При этом наносит оверкил Наносит потом еще в конце хода 3 урона в лицо оппоненту То есть суперкрутая карта И не супердорогая То есть Монтикора Она и раньше иногда, ну, многие ее езали Но сейчас она прям стала очень крутой Именно раскрылась вместе с этим Монлайн Чармом И прям, ну, реально хорошая картон За спам природа не так хороша сейчас Как была там вот чуть раньше Поэтому, например, если посмотреть мои какие-то видосы там за месяц Это можно найти, где я там и вербульфов использовал И единички, которые дают там этого орла И бандюга на 1-2 Сейчас это все не работает Нужно просто играть в мид природу И она будет вполне себе стабильна И хорошо себя показывает То есть мы обыгрываем какие-то лейтовые штуки И ставим просто одно большое существо А не много маленьких, которые можно обыграть То есть ты там сыграл, например, Блэд Флай Аградисеп тебе сыграл, бомба И все, у тебя полный стол И ты ничего больше сыграть в них можешь У тебя остались какие-то всратые вот эти вот стрекозы 2-2 Которые по факту нихрена не делают Учила стоять существа в маскировке И типа, и как его достать? Ну, типа, никак Он потом играет в какую-нибудь стрелу Которая берет одного Блэд Флая В контроле и трейдит его в другого А ты ход просто пропустил Потому что не было места, куда сыграть существ Поэтому Вот это вот спам-природка Она, ну, так себе Так себе сейчас И профит мне играть просто на мид-сборке Которая вот Ставит одну такое, знаете, мужицкое существо И как бы этим выигрывает Ну, это что на примере природы? Ну, я, наверное, не буду прям Все классы разбирать Ну, просто быстро посмотрим То есть, по большому счету, это одни и те же примеры Что мы видим здесь Здесь колода на самом деле такая Твоеобразная Это Агро Десепт, опять же Но имеет несколько интересных картонок По типу Оникс Найт Блейды Которых ты редко видишь Но У Агро Десепта есть некие проблемы Там, например, с природой И Оникса это отличная контра Всяким, типа Опять же, этого пикпокета Ты можешь его через Оникс убить Если он играет каких-нибудь маршволкеров Битлов И, ну, много всего Он может сыграть Что ты можешь просто убить на халяву За счет Оникса Найт Блейда Плюс у Оникса Две ХП Две ХП Это вкуснятина для Ассасина Аима То есть, ты можешь сыграть на него И получить, как бы, 4 4-11 4-11 часовом из кровки Которая пойдет в лицо И все в таком роде Но потом, естественно, от них нужно отказываться И И вот эти вот опциональные карты Потом нужно выкидывать И брать что-нибудь Более рабочее То есть, мы можем взять Какого-нибудь лутера Мы можем взять какой-нибудь Что тут еще есть Там Мадам, например Если она выпала Кстати, она сейчас стоит Вообще 3 доллара Хотя стоила, по-моему, 14 Или, типа того Очень стала Дешевый Но опять же, если мы тут посмотрим Да, у нас тут Первым делом предлагается Фрументрали Это добор Но если у нас их нету Да, то есть Мы берем просто опцию Этой карты Она дает нам добор Как это исправить Да, у нас есть, например Шейкдаун Тоже карта, которая стоит Там 0,3 цента Но она делает то же самое То есть, она может там Нам две карты добрать В лучшем случае Фрументрал тоже добирает Типа две карты Это уже норм Ну или мы можем просто взять Какое-то статовое существо За 4 маны Но там гилдов за 4 ман По-моему, не так что и много То есть, его смысл в том Что он еще и гилд И он хорошо синергирует Например, там с бароном И с другими картами Типа там С гилдмейтом Поэтому он хорошо смотрится Или Петро Петро дает маскировку Тут какой-то особой замены Ему не найдешь Хотя есть Хотя у Десепто есть Какое-то заклинание За 3 маны Которая кидает маскировку На ваших существ По-моему, все существа Которые у вас на столе Попадают в маскировку Или что-то типа того По-моему, за 3 маны Что, в принципе, было бы Хорошей замены Можно было бы Ее тоже сюда всунуть Я что-то даже забыл про нее Но у нас тут Локиан Вроде бы тоже Хайден Причем Локиан не супердорогое За 1 доллар Хотя его можно кем-нибудь Паралом заменить Например, тоже Вполне есть Там на Локиан Нету бабок То есть, мы берем Вот этих вот Вот эти вот карты Которые якобы играют Да, в топ-колодах Мы берем какую-то ее опцию Ну и то есть Если мы посмотрим Там какие-нибудь Шадоу Волкеры Они суперкрутые Их можно там Заменить, например Убрать там баронов Добавить этих Шадоу Волкеров Но опять же Бароны круто Бафаются от гилдов Но его прикол в том Что ты его поставил И вот тебе ничего Играть не надо Ты можешь другие карты Играть Он каждый код Будет получать Плюс один к атаке Плюс один к атаке Плюс один к атаке Плюс у него 3 хп И его достаточно сложно достать Но хотя все равно Да, то есть маг Может чем-то его убить Еще что кто-то там Может его достать Какая-нибудь Канопа там залетит Еще что-нибудь Но он такой Достаточно уязвимый И не сказать Что прям Ну, мастхэв Но все равно Из-за того, что у него 3 хп То есть ты его играешь Ты можешь сыграть на него Аим Не так много существ Есть в Хайдене Которые Ну, имеют такие статы И имеют еще какие-то Дополнительные эффекты На самом деле есть За 3 маны райдеры 4-2 Которые в маскировке Есть еще там Какой-то паукан Которые за По-моему 2 или за 3 маны 3-2 в маскировке То есть они есть Но они какие-то Какие-то не супер профитные Что ли То есть они Как бы мастхэв Но можно играть и без них То есть эти все дорогущие Картонки Они не так много Прям дают Вот я играл, например, на Агро десепти Сижу, играю на Агро десепти У которого 50% винрейта Но при этом у меня тут все, короче Какие-то золотые Какие-то шадоу Да Какие-то даймонд картонки Но я просто играю Вот на такой сборке Просто потому что Хотя тут написано 12 баксов Она стоит Но на самом деле Она не 12 Стоит, а там Чуть-чуть подороже получается Потому что этот у меня голден Этот у меня даймонд Ну, да короче, не факт Я играю вообще Вот на такой сборке Просто для того Чтобы фармить дейлики А нахрена нам еще что-то делать Я сижу с этим винрейтом В 50 Нам не нужно Какой-то заоблачный винрейт Нам хватает и того Что у колоды есть там 50 плюс винрейта И все То есть мы будем сидеть На одном ранге Не вверх, не вниз Будем сидеть и кайфовать Но при этом фармить дейлики Которые, ну, у меня в среднем Там получается Три с половиной где-то год Там может быть 3-4 Что-то такое И при этом я 3 ивента И сколько уже сижу в мифике То есть играю вот на этой колоде Или играю на Или играю на контроль десепти То есть на такой сборке Вот Но это такая моя мейн колода Которую я постоянно подстраиваю Под подмету Да, то есть видите Тут циклопы Потому что магов много Но на самом деле Очень крутая карта То есть я постоянно подстраиваюсь Подмет У меня тут и чейджинг лу локс Потому что Ордер паладина бывает И ты можешь Ну, приятно разлочить Какую-то карту Которая в ордере у тебя стоит То есть все в этом духе То есть две мои такие мейн колоды Если мне в падлу играю Я сажусь на аграде септа И просто пушу И делаю там В среднем 6-4 Или там 5-5 И вообще плевать Да, то есть То, что ты там сделаешь Не знаю 7-3 И получишь на 0-3 год Собольше Ну, особого Смысла не играет Поэтому На каких-нибудь лоурейтах Да, там нужно прям Бороться за каждую копейку Поэтому Поэтому как-то так Ну, даже видите Типа иван Ты отыграл на 9 побед Хотя я мог на самом деле Делать и 10 Если подытожить Как собрать колоду И как понять Что вам вообще нужно В этой колоде Берете базу Какой-нибудь колоды Например Там Контроль мага Берем Неплохой винрейт Получился У этой колоды По 78 игр И 73 винрейт Прям Прям норм дека Получилось Смотрим Да, у нас нет Шейп бластов Это единственное Что уже добавить В эту колоду То есть мы убираем Кристал Рейн И добавляем Шейп бласты И все Пушка полетела Гонка С другой стороны Зачем тут Конжуры Да Потому что Кристал Рейн С конжурами Можно скомбинить И типа на 3 урона Нанести по ауе Ну или там Остальные какие-то Ауе заклинания Типа трекинг болта И так далее Но если мы ставим Кристал Рейн То по факту Мы можем отказаться От стрит конжуров И например Поставить уже Купить себе Какого-нибудь Сириса Купить себе Какую-нибудь Хэлмну Или там Марамага Или Деметриуса То есть Мы уже потом Смотрим от этого При этом Есть разные Другие опциональные Карты Мы можем Например Там гоблина Засунуть То есть Мы Из-за того Что мы Отказались Ну мы как бы Усиливаем Этой картой Эту карту Но если мы Отказываемся От Кристал Рейна То мы можем В принципе И от От стрит конжура Отказаться Отказаться И все То есть Вот в этих Вот всех Колодах Которые Я собственно Собрал Можно в описании Найти Почти все Актуальные Карты Которые Играются В топовых Колодах И По факту Любую Засунь Вместо Чего-то Спорного Например Вот Агролайт Например Этот дед Который Ну он Достаточно Спорный Нам нужен Например Какой-нибудь Пацифик Это просто Масхет Карта Вагролайт И мы Просто убираем Какого-нибудь Ветерана Засовываем Этого Пацифика Смотрим Еще Что-то Убираем Может быть Там Одного Кабана И Тоже Засовываем И играем Ну ты Берешь Какую-то Базу И заменяешь Одни Карты Ну Почти Такими Же Только Чуть Сильнее Есть Например Чайников Загад Который Ну Сейчас Как-то Чуть Лучше Начал Играть Но По факту Можно Взять Тот же Протектив Вот Этот Бенедикт Который Стоит 20 Центов И Хуже От этого Кому-то Не станет Но все равно Будет Нормально Играть Потому Что Все Эти Вот Типа Серны Которые Там По 25 Баксов Стоит Это Одна Карта Которая На самом Деле Да Она Будет Сильно Влиять Во многих Матчапах Но Ее Можно Заменить То Дает Ордер Ты Берешь Что-то Одно Смотришь Да Вот Она Хилит И Дает Карту Ты Можешь Херню Кидать Существу Оппонента Вордер Да Она Не будет Ставить 2-5 Кричу Но Это Хоть Что-то Да То Это Почти Похожие Механики И Ты Вот Так Когда Смотришь На Какую-то Дорогую Колоду Ты Просто Берешь Какую-то Часть Механики Этой Карты Или Берешь Ее Просто Статы Например Ну Или Ну Зачастую Вот эти Хорошие Карты У которых Много И Ты Просто Берешь Какое-то Статовое Существо Вместо Этой Карты Она Может Стоит Там Вообще Копейки Но При Этом Просто Тащить Статами Или Своим Эффектом Все Ничего Супер Сложного Ничего Придумывать Вообще Не Надо У тебя Все Доступно Ты Заходишь Просто На Гудекс Нажимаешь Вивол Декс Нет Подожди Не Туда Заходишь Сюда Гудвин Винрейт Просто И Смотришь Что Кард Роу Маги Рахуют Все На Све 56 И 9 Винрейт Но Это Какой-то Общий Но Если Мы Посмотрим Последнюю Колоду Фейк Мюза Который Там Сделал На Последнем Ивенте Он 17 Побед На Нем Сделал Но Нужно Понимать Вот Например Кард Роу Колода Это Уже Такая Полу Комбо Колода И Собрать Ее Без Ключевых Карт Будет Достаточно Сложно Ты Не Можешь Ее Просто Скопировать Тебе Нужны Будут Вот Эти Вот Дорогущие Карты То Есть Текст 27 Баксов Там Какие Нибудь Даже Эти Скраеры По 4-5 Баксов Ты Можешь Их Заменить Но У Некоторых Кард Просто Нет Альтернатив Они Есть Они Дороже Ну Например Что Похожее Дело Типа Выбери Один Урон Два Урона И Там По-моему Протектовые Карты Дать Что-то Такое Она Как бы Вроде И Норм Но На самом Деле Текст Лучше И При этом Там Стой 3 Маны Здесь Одну Мана Но Это Поломанные Карты Генезис Или А Это Не Генезис Ну Короче Чаще Всего Это Старые Старые Карты Которые Были Прям Овер Пауэр Поэтому От Таких Вот Типа Комбо Колод Ты Должен Уходить Не К чему То И Ты Конечно Можешь Стремиться К этим Картам Чем Нет 300 Баксов Стоит Когда Нибудь На Фарм Тебе Нужно Стремиться К чему Такому Знаете Чему Т родному Начинаешь С чего Такого Вроде Ты Смотришь Да Вот Топовые Колоды Ну Вот Винрейт 48 Но Если Ты Его Откроешь Посмотришь Да То есть Чуваки Есть 55 Игр 76 Винрейт Зайдем Посмотрим Да Нормальная Колода Тут Даже Какие То Астериус Если Ее Убрать Убрать Вот Посмотрим На Этого Бюджетного Мага По Факту Похоже То Ну И Плюс Нужно Следить За метой Вот Например Флейм Которые Я В свое Время Форсил И все Говорили Что Я Идиот Что Эта Карта Вообще Типа Юз Я Говорил Что Это Прям Имба Полом Сейчас В каждой Колоде Кстати Играет Как Обычно С Добавлением Кристалл Школяра Соответственно Флейм Может Себя Очень Круто Показывать Ты Быстро Можешь Просто Наносить Даже В Далейта Там Эти 16 Урона С Пустого Стола Это Слишком Сильно Чтобы Это Не Использовать Поэтому Нужно Следить За метой То Есть Она Не Сильно Меняется Но Какие Картонки Появляются Например Маги Начали Эти Как я Называю Розочки Носить И Сейчас Стоит И И И И И Стоит Поэтому Например В Этой Деке Она Тоже Есть Хотя Эта Карта Но Стоит Сейчас Она Подорожала То есть Какое-то Время Она Копейки Стоила Центов 15 Сейчас Из-за Того Что Она Во всех Колодах Стала Чуть Дороже Я думаю Вам Станет Чуть Чуть Понятнее С Тем С чего Начать И Как Вообще Что Собирать Не Гонитесь За Этим Топом Скорее Всего Это Ну Супер Какие Дорогие Колоды Намного Стабильнее Можно Собрать Какого Нибудь Вот Как Я Играю На Контроль Десепшене Вроде Была Тут Написано Типа 50% Винрейта Но При этом Вот Колода За 70 Баксов Которая Которая Имеет Там 73% Винрейта И Нормально Чем На ней Шпилит И Она Типа Стабильная Ну Еще Один Такой Момент Где Можно Посмотреть И Понять Понять Так Сказать Стабильность Колоды Это Конечно Посмотреть Матчапы Вот Такой Заходишь Матчапы И Смотришь Где Мы Там Можем Посмотреть Какой Нибудь Агро Десепт Которая Опять Повылезал Опа Против Топовые Колоды Которая Которую Мы Видели Там Опа Агро Десепшен То Нужно Еще Нет Как Мне Его Законтрить Ты Заходишь В Матчапы И Смотришь Вот Кардров Маг Кем Плохой Винрейт С Агромага На Агромага Тоже Наверное Бабок Не Хватит Смотрим Дальше Опачки Агро Десепшен Но Если Мы Посмотрим Да Агро Десепшен Тут Как Ну Ну Как Да 52 Процента Как Б Неплохо Из Наш Выбор Ну Нет На самом Деле Какая Бредовая Колода Типа Тут Ну Это Вообще Конечно Что За Поворот Ну Где То Неплохой Агро Десепшен Уже Может Быть Собран Какие Все Дорогие На самом Деле Примеры Может Быть Собран За 30 За 50 Баксов Тут Прям Такие Супер Топовые Сборки Со Прям Супер Нужны А Они Тут Основную Цену И делают То есть Если Вы Уберете Орфея Который Стоит 33 Бакса Если Вы Уберете Двух Элементалистов Которые Тоже Тридцатку Стоит То 60 Колода Получится 30 Баксов Но Супер Хуже Она Играть Не Будет Все Равно Играть На Свои 65 Те 60 Процентов Винрейта Без Смотрим Кто Его Контрит Ну Например Агролайт Хотя Ну 50 На 50 Процентов Шанс Условно Говоря И Какой Нибудь Бег Релик Воин То есть Нужно Понимать Еще Процент Процент Популярности Каких Так Каких То Классов Потому Что Кардро Маг Ну Их Много Но Скорее Всего Они На Хаях Прям То Если Мы Возьмем Какой Нибудь Там Играют На Этой Поломанной Карте Корнета То Есть Они Тут Самые Популярные Ну И То И Там Популярности 02 У Кардро Мага Во всем Ладоре Популярности 2% То То Есть 2% Игроков Играют На Этой Колоде Если Мы Посмотрим У Агролайта 6% То То Он Сам Популярно Хотя Вот Семь И И Это Зомби Смерть У Агробойн Что Еще Есть 7% Это Кто Это Мидрэндж Природа То Если Мы Посмотрим В Актом Ладоре Самые Популярные Классы Это Мидрэндж Природа Какой Это Контроль Маг 9.7 Агроприрода Тоже Там 6.3 Агробойн 10.6 Агросвет 6.3 Ну И Все То На нашем Ранге Могут Быть Например Мы Можем Попасть Какой-то Костя Где Нам Будут Просто Супер Много Игроков Попадаться Например На 8% Это Какой-то Обман Нету Так Много Контроля Природы В Природе Ну Потому Что Гудакс Немного Там Конечно Тупиться Этими Названиями Там Типа Одну Карту Кую-то Лейтовую Добавили Все Это Контроль Колода Не так Не Всегда Нужно Гнаться Именно За Тем Что Сейчас В топе Потому Что Ну Вы Как бы Сами Скорее Все И Вроде Бы Да Кардро Вроде Бы Популярный 6 3 Но Это На Мифики Если Мы Везде Посмотрим То Кардро 2 Агровой Самый Популярный Значит Нам Нужно Смотреть Колоду Которая Хороша Против Агровой Агровой У нас Проигрывает Кому Амазонкам Реген Природе Ордер Десепшн Проседает Тут Тоже Можно Посмотреть Клон Маги Понятно Амазонки Агролайт То есть С Агролайтом У него Проблемы Может быть Мы тогда Садимся На Агролайта Если Воинов Много И играем На нем Но Если Много Агролайтов То Мы Смотрим Кто Против Них Хорош Ага Ореген Это Ореген Нейчер Поняли Ордер Ордер Десепшн То есть Контроль Десепт С Агроприродой Там 50 на 50 Можно Посражаться С Агродесептом Тоже Не очень Так Дружат Вот эти Основные Вещи Нашел Свой Класс Нашел Свой Стиль Игры То есть Агроконтроль Колода Там Мид Колода Комбо Колода Потом Чекаешь Что Сейчас В мете То Есть Кто Сейчас В ладере Потом Смотришь Что Вообще Происходит Во всей Мете То По Популярности Да То Воинов До Хрена Значит И Воины Будут Тебе Чаще Попадаться Значит Собираешь Какие Карты Которые Могут Помочь Поконтрить Этого Война Или Наоборот Собираешь Колоду Которая Против Война Неплохо Играет Какой Контроль Маг Против Неплохо Играет Ну Нет Так 50 На 50 То Маг Неплохо Против Десептов Играет 60% Винрейт А десептов Если Мы Посмотрим Опа Их Тут Много На Соляре Значит Тут Сейчас Десепты Значит Мы Подумали Взяли Контроль Мага И Идем Нагибать Соляру То есть Ну Как-то Так На самом Деле Это Не Так Сложно Проанализировать И понять Что Тебе Нужно Для Того Чтобы Выигрывать Ну Понятно Что Все Что Тебе Нужны Это Бабки Это Бабки Чтобы Собрать Хотя Базу Каких Токолад И Потом Их Улучшать Менять Подмету Смотреть Мету А выиграть Картонки Ты Всегда Сможешь У нас В Паблике Google Заходи Подписывайся Выигрывай Карты Смотри Какую-то Аналитику Ладно На этом Все Ребята Подписывайтесь На канал Всем Удачи Всем Пока Надеюсь Вам Станет Чуть Более Понятно Как Собрать Колоды Как Это Все Устроено Как Там Чекать Мету И Так Далее Всем Удачи Всем Пока